МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В два раза больше преступлений. За первые 6 месяцев года саровчане перевели мошенникам больше 30 миллионов рублей. Радость моя, форум православной молодежи пройдет в Дивееве. Самый красивый праздник. 24 июля в России отмечают День флориста. Далее расскажем обо всем подробно. В два раза выросли цифры статистики по мошенничеству в нашем городе. Если в прошлом году за первые 6 месяцев зафиксировали 59 случаев, то в этом уже 120. В общей сложности за полгода саровчане перевели аферистам 31 миллион 590 тысяч рублей. По-прежнему самым распространенным способом обмана остаются телефонные звонки от якобы представителей банковских служб. За 6 месяцев зафиксировали 40 таких преступлений. Звонок на домашний телефон. На другом конце провода женский голос. Плачет и просит о помощи. Если трубку берет взрослый, представляется дочерью. Если ребенок мамой. А голос другой, потому что губу разбила, попала в ДТП срочно нужные деньги. Такие звонки старые, но, как показывает практика, все еще действенная схема мошенничества. С начала года в Сарове зафиксировали 22 таких случая обмана. Просят, как правило, 800 тысяч рублей. Затем сумму сбивают до той, которая есть у жертвы на руках. Недавно в цепки лапы аферистов попал ребенок. Девочка 9 лет находилась дома. Был очлен звонок. Представилась мамой. Сказала, что попала в ДТП. Женщина, которая уходила от столкновения, пострадала в ДТП. Необходимы денежные средства на лечение. Пояснила, что сама также мама находится в больнице. Необходимы денежные средства. Все, которые находятся дома, девочка собрала 70 тысяч рублей. Соответственно, вещи, предметы личной гигиены. Деньги девочка передала курьеру, саровчанину, который помогал мошенникам. Сами злоумышленники, как правило, находятся на территории другого государства. А вот помогают им забрать улов уже жители города. В соцсетях вербуют так называемых курьеров. Людей, которые за определенный процент от суммы будут переводить добытые обманом деньги на указанный счет. С начала мая в Сарове сотрудники полиции задержали 10 курьеров, которые успели совершить 26 преступлений. Буквально только вчера сотрудник полиции задержан жителей нашего города. 2004 года рождения. Студент первого курса вуза, который вчера только за день совершил три преступления совместно с мошенниками. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч, 230 и 240 тысяч рублей. Статистика по мошенничеству в нашем городе выросла в два раза. Если в прошлом году за первые шесть месяцев зафиксировали 59 случаев, то в этом уже 120. В общей сложности за шесть месяцев саровчане перевели аферистам 31 миллион 590 тысяч рублей. По-прежнему самым распространенным способом обмана остаются телефонные звонки от представителей банковских служб. За шесть месяцев зафиксировали 40 таких преступлений. Как показывает статистика, жертвому преступлению становятся люди различных социальных групп, профессий и возрастов. Презультатом анализа самоуязвимой категории по-прежнему являются граждане пожилого возраста. Их доля в общем количестве составила 51%. А по возрасту от 60 до 74 лет 31% и свыше 75 лет 20%. То есть, сами понимаете, в основной части это жители нашего города, которым за 60%. Жертвами аферистов становятся и жители среднего возраста 30%. Обманывают и молодых людей. Их доля в статистике составила 19%. Большинство потерпевших по социальной категории пенсионеры. 26% работники градообразующего предприятия. Очень много преступлений совершено, но тем не менее, очень много преступлений нам удается пресечь. Так, за текущий период этого года жители 270 раз к нам обращались в дежурную часть управления. И сообщали, что им поступают какие-то странные звонки. Представляются сотрудниками различных банков, сотрудниками прохранительных органов. Сообщить о подозрительном звонке можно по номерам 02-605-22 и 605-04. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Более 842 тысяч заявлений подали абитуриенты ВУЗы. Приемная кампания проходит во всех регионах штатно, без серьезных нарушений. Подать заявление можно лично, по почте, с помощью информационной системы учебного заведения, через суперсервис поступления ВУЗ онлайн, которому подключены более 1 тысячи ВУЗов. В этом году суперсервис пользуется большой популярностью. Его используют около 40% абитуриентов. Это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех ВУЗов. В 2023 году на эти специальности предусмотрено более 100 тысяч бюджетных мест. Количество обученных специалистов составит более 12 тысяч человек. Всего установлено более 626 тысяч бюджетных мест, в том числе свыше 36 тысяч для ВУЗов новых субъектов. В 2023 году также принято решение отказаться от необходимости предоставлять оригинал документа об образовании. Подтверждающие достижения абитуриенты и льготы интегрированы с порталом Госуслуг. Новые правила входа на территорию Маслихи в ночное время. Клиническая больница номер 50 сообщает, что в целях соблюдения правил антитеррористической безопасности ежедневно с 22.00 до 6.00 утра вход в больничный городок будет открыт только через центральный КПП со стороны улицы Зернова. О других важных новостях расскажем далее. Семейную ипотеку могут получить в том числе родители-одиночки. На льготный кредит может рассчитывать семья, в которой с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года родился хотя бы один ребенок. Двое детей или больше. Воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 года. Процентная ставка по кредиту составляет до 6% в год. Максимальная сумма в Нижегородской области 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос от 15% стоимости жилья. Подать документы на участие в программе нужно до 1 июля 2024 года. Новый сезон российской премьер-лиги стартовал. Если вы хотите сходить на стадион и посмотреть захватывающий матч, вам понадобится карта болельщика. Как ее оформить? Подайте заявление через госуслуги, затем подтвердите личность в МФЦ. Полностью оформить можно в МФЦ. Онлайн через приложение госуслуги, карта болельщика с помощью загранпаспорта или биометрии. На портале госуслуг вам нужно загрузить фотографию для анкеты. Сразу скажем, в кадре не место лишним предметом, а фон должен быть однородным. Саровские шашисты вновь в числе лучших. Воспитанники Дворца детского творчества блеснули своим умением на межрегиональном турнире во Владимире. В соревнованиях, посвященных Дню Семьи, Любви и Верности, приняли участие юные шашисты не старше 13 лет из Владимира, Коврова, Радужного и Сарова. Впереди у юных шашистов Дворца крупные всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге с романтичным названием «Белые ночи» и межрегиональный турнир во Владимире. Ждать ли дождей снова? Когда придет тепло в Саров? О том, какими будут последние дни июля для саровчан, рассказали в отделе метеопрогнозов Верхневолжского УГМС. Подробности в нашем следующем репортаже. Температурный режим первого летнего месяца июня отставал от нормы на 1-2 градуса из-за холодных ночей. Но в начале июля на юг области пришла жара от 30-34 градуса. К разряду аномальных это лето синоптики не относят, но вне всяких сомнений войдут в климатическую летопись дожди. Буквально за трое суток в Сарове выпала месячная норма осадков. Но это не рекорд, поскольку в заречной части Нижнего Новгорода такое же количество осадков выпало всего за 12 часов. А в целом самый-самый обильный на дожди был июль 1989 года. Три месячных нормы. В оставшиеся июльские дни сохранится достаточно высокий температурный режим. Новая рабочая неделя в Сарове будет теплой и солнечной. Воздух прогреется до 30 градусов. Но дожди все еще не собираются сдавать своих позиций. Небольшой дождь синоптики прогнозируют и к концу недели, в воскресенье. Ближайшие двое суток 23-25, ночью около плюс 15. Что касается второй половины рабочей недели, воздух при южном ветре прогреется до плюс 30. Ночью в пределах 20. Это на 5-6 градусов теплее обычного. И на пересменке двух месяцев июля и августа часто в наших районах усиливается гребень Азорского антициклона. Поэтому жаркие дни еще будут. С 28 июля по 1 августа на базе палаточного городка Свято-Троицкого Серафима Удивеевского монастыря в Дивееве состоится третий межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В программе дискуссионные площадки, образовательные занятия, круглые столы и тренинги. Подробности далее. Радость моя. Этой фразой чудотворец Серафим Саровский встречал каждого. Одноименный форум из года в год объединяет православную молодежь в служении Богу. В программе дискуссионные площадки, образовательные занятия, круглые столы и тренинги. Участниками форума будут представители православной молодежи, а гостями – христиане, живущие среди нас. Также будут известные спикеры, телеведущие, блогеры. 28 июля открывать форум будет сам митрополит Арзамасский Нижегородский Георгий. Он также будет спикер, которому можно задать интересующие вопросы. Торжества возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участники форума выступят также в качестве волонтеров на Дивеевских торжествах. Они будут помогать во время чина Великого освящения Благовещенского собора. Стоять на пропускных пунктах, рамках, возле камер хранения. Будут работать на кухне. В рамках форума «Радость моя» волонтеры 29 июля посетят международный конкурс Арзамасские купола, где как раз будет выступать одна из наших организаторов творческого музыкального объединения «На доброй ноте» Ольга Шема. Волонтеров разместят в палаточном городке со всеми удобствами и трехразовым питанием. Форум «Радость моя» и «Дивеевские торжества» пройдут с 28 июля по 1 августа. По окончании участники получат грамоты и небольшие памятные подарки. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В их руках привычные розы, гвоздики и хризантемы превращаются в удивительные и неповторимые букеты. 24 июля в России отмечается День флориста, где в Сарове можно заказать особенные и неповторимые букеты. У каждого букета свое предназначение. Цветами поздравляют родных и близких с днем рождения и годовщиной, либо дарят их просто так, без повода. А создают характер цветочных композиций люди интересной творческой профессии – флористы. Анастасия Гарина работает с цветами вот уже 8 лет. Никогда не думала, что уйду в эту сферу, признается девушка. Но однажды, попробовав, поняла, что это ее призвание – создавать для людей настроение. По поводу любви к цветам. У меня, наверное, больше любовь именно к этой профессии. Все вместе, в совокупности. И цветы, и общение с покупателями, и упаковка, и подарочные какие-то моменты, там, игрушки. На вопрос, что важнее для флориста – талант или техника, Анастасия уверенно отвечает, что именно талант важен в создании неповторимых цветочных композиций. Технику, вне всяких сомнений, тоже не нужно отодвигать на второй план. Но она нарабатывается со временем. А главная задача флориста – услышать, что просит клиент, и воплотить образ из его головы в реальность. За годы работы у салона «Цветочный дворик» появился свой узнаваемый в городе стиль букетов. Я думаю, наш стиль появился со временем. Как замечают наши покупатели, что у нас, да, есть какой-то свой определенный стиль в букетах. Я не могу сказать, что это прям вот мы завели в букеты определенный стиль. Он появился со временем. По стилю у нас в основном такие нежные букеты, воздушные. Мы вкладываем в них свою душу, свое настроение. Волшебство момента здесь начинается с порога, как только попадаешь в магазин. Интересный декор, мягкие игрушки, подарочные наборы и, конечно, цветы. Здесь не только помогут подобрать оригинальный букет, но и поделятся секретами, как сохранить его дольше. «Все ваши букеты мы собираем с душой, подходим ответственно к каждому букету. Также у нас есть доставка, которую вы можете заказать. И цветы привезем точно к определенному времени. Учтем все ваши пожелания. У нас большой выбор цветов, упаковочного материала, коробок, подарочных пакетов. Поэтому мы вас всех ждем». Цветочный дворик находится по адресу Проспект Ленина, дом 24. Заказать букет можно по номеру 3-3101 или 8-904-924-5194. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА